Первый вопрос, который обсудили на очередном заседании комиссии по профилактике преступлений и правонарушений, был посвящен работе полиции по использованию программно-технического комплекса видеонаблюдения «Безопасный регион». Заместитель начальника межмуниципального управления МВД России Щелковская Александр Тетеркин рассказал, что в округе установлено более 3700 камер видеонаблюдения. За 6 месяцев 2023 года, благодаря использованию системы «Безопасный регион» сотрудниками МВД России Щелковской было выявлено 168 преступлений. Из них с разбивкой по категориям и статьям – это краш имущества 26 преступлений, грабежей 5, угонов транспортных средств 1, причинение тяжкого вреда здоровью 8, умышленное повреждение чужого имущества 4, фактов незаконного хранения наркотиков 12, мошенничество 8. Вторым вопросом на комиссии рассматривалась работа по профилактике преступлений, совершаемых на территории округа лицами без гражданства и от соблюдения миграционного законодательства. Александр Тетеркин сообщил, что за 6 месяцев этого года на территории округа иностранными гражданами совершено более 200 преступлений. В ходе регулярных рейдов по соблюдению миграционного законодательства выявлено 150 нарушителей, они выдворены из России. На заседании также обсуждался вопрос о работе общественных объединений, в первую очередь дружинников и волонтеров, а также религиозных организаций в профилактических мероприятиях по противодействию противоправным проявлениям, в том числе среди несовершеннолетних. В первом полугодии текущего года в округе было проведено более 350 спортивных и физкультурных мероприятий. В планах на будущее много интересного. В августе на базе Центрального музея военно-воздушных сил в Монина состоится молодежный фестиваль «Твой самолет желаний». В сентябре в Челковском колледже второй в этом году круглый стол с участием религиозных организаций, направленный на формирование у молодежи нетерпимости к экстремистской идеологии. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.